Великой Отечественной войне 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 В романе мы видим, как постепенно меняются характеры людей и под воздействием внешних обстоятельств начинают проявляться те грани характера, которые в человеке, наверное, были. Но в мирное время они были не востребованы, наверное, были не нужны. Но сейчас, в ходе войны, они становятся главными. Еще в этом романе мы практически не увидим зарисовок природы, каких-то пейзажей. Симонов очень лаконично описывает своих героев, особенно мужчин. Практически всегда по фамилиям. Серпилин, Сенцов, Малинин, Шмаков, Артемьев. К женщинам относятся чуть мягче. И появляются имена Таня, Надя. Читая роман, возникает такое ощущение, что ты стоишь рядом с этими людьми. Что ты испытываешь тот же самый страх от воя и поля свиста немецких снарядов. Что ты также наслаждаешься краткой тишиной между боем. Что ты можешь прикоснуться к рукаву линялой солдатской гимнастерки. Положить руку на чье-то плечо. Что в морозный день ты вместе со всеми из алюминиевой кружки пьешь обжигающий горячий чай, пропавший дымом и порохом. Что ты там, в этой землянке, ты вместе с ними. Ты смотришь, как читают, открывают шершавый солдатский треугольник с весточкой из дома. И что при этом происходит на лице у того или иного героя. Ты переживаешь, слушая их диалоги. Ты вместе с ними, ты рядом. Кому бы я вообще рекомендовала эту книгу? Наверное, тем, кто ищет ответ на вопрос, кто я, какой я. Тем, кто стоит перед нравственным выбором. Что такое любовь и предательство. Что такое малодушие и героизм. Рекомендовала бы тем, кто любит историю и ищет правду о Великой Отечественной войне. То, что она увидела Серпилина, казалось ей сказкой не потому, что он не мог оказаться живым. Он как раз вполне мог оказаться живым. Она, как и все другие, знала в то первое утро после выхода из окружения, что его прооперировали и увезли на санитарном самолете в Москву. Сказкой было другое. То, что она сама после всего, что случилось с ней, все-таки жива. И может теперь ходить по улицам Москвы и даже встречать людей, которых она когда-то знала, но уже даже не надеялась увидеть. Чудом была она сама со своей судьбой. Но она не привыкла так думать ни о себе, ни о своей судьбе. И поэтому чудом для нее был живой и здоровый Серпилин. Перед ней в генеральской форме стоял тот самый человек рваной шинели и фуражки со сломанным козырьком, который сказал им в последний день перед прорывом из окружения. Завтра в это же время мы с вами будем или мертвыми под ногами у немцев, или живыми среди своих. А третьего нам не дано. Константин Симонов. Живые и мертвые. Рекомендую. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Субтитры подогнал «Симон»